Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. 1 ноября на сайте Germes Recovery появилось сообщение о том, что для верифицированных пользователей сайта доступна функция внутренних переводов. И в данном видео мы поговорим о том, как проходит процедура верификации, а также узнаем, удалось ли кому-то ее пройти. Итак, давайте прочитаем сообщение от 1 ноября. Уважаемые клиенты, для обеспечения безопасности ваших персональных данных в приоритетном порядке разработана система верификации ваших аккаунтов. Пожалуйста, подтвердите свою идентификацию по процедуре, описанной в личном кабинете. Всем верифицированным аккаунтом с сегодняшнего дня доступен функционал «Внутренние переводы». То есть утверждается, что если кто-то прошел процедуру верификации, то для таких лиц внутренние переводы уже доступны. Команда разработчиков будет сопровождать текущий процесс для его оптимизации и улучшения. Далее приступят к выполнению запланированного фронта пуска наладочных работ. Следующие новости и дальнейший план озвучим после 25 ноября. С уважением, администрация. Я хотел бы немного напомнить, какие планы озвучивались в октябре. Итак, мы помним сообщение от 12 октября. И там говорилось, что идет процесс написания нового функционала, включая идентификацию и верификацию пользователей. То есть в пункте номер 1 как раз об этом и говорилось. И обратите внимание, что в принципе они планировали эту работу завершить к 7 ноября. Но по факту процедура верификации стала доступна уже 1 ноября. То есть можно сказать, что они даже с опережением эту функцию сделали. Почему важна процедура верификации? Я уже в предыдущих видео и на созвонах тоже объяснял свою точку зрения. Что если Роман Василенко действительно серьезно настроен выполнять свои обязательства перед инвесторами, то естественно должна быть проведена верификация кабинетов. По той простой причине, что когда люди регистрировались на новом сайте, на новой платформе, они регистрировались с новыми телефонами и с новыми имейлами. Ну многие. Не скажу, что 100%, но многие. Потому что не ставилось при регистрации такое условие, что вы должны на новом сайте регистрироваться с тем же телефоном или с тем же имейлом. Понятное дело, что есть люди, которые, например, регистрировались в Гермес аж в 2014, 2015, 2016 годах. То есть много лет назад. И за это время, за 7-8 лет много чего в мире поменялось. Человек мог поменять страну, город, сменить семейный статус, фамилию и так далее. Мы понимаем, живем в очень таком стремительно меняющемся мире и постоянно что-то меняется. А что там было 7 лет назад или 8 лет назад, это целая вечность. Поэтому, еще раз возвращаемся, чтобы именно тот человек, которому принадлежит данный кабинет, получил выплаты, должна быть проведена верификация. То есть нужно удостовериться, что, как я приводил пример, допустим, Сергей Смирнов, на которого был открыт счет Виста, и у него на счету 50 тысяч евро, это именно тот же самый Сергей Смирнов в новом кабинете. Потому что бывают тезки, бывают однофамильцы, бывают совпадения. Бывают даже такие казусы, что имя, фамилия, отчество и дата рождения совпадают. Как бы и даже по дате рождения не всегда определишь, как говорится, тот этот человек или не тот. Поэтому, если руководство действительно настроено серьезно заняться выплатами, то, в принципе, верификация – это полезная функция, можно даже сказать, необходима. И они об этом писали еще в октябре. То есть идентификация, верификация пользователей. Ожидали завершить ее к 7 ноября, но по факту, получается, они ее сделали к 1. И как раз пункт номер 3, мы помним. По вашим многочисленным просьбам принято решение отложить некоторые плановые работы и оперативно к 1 ноября создать функционал внутренние переводы. Ну, я уже высказывал в предыдущих видео свое мнение, что открытие внутренних переводов, прежде чем откроется нормальный вывод из компании, на мой взгляд, это шаг, так сказать, неправильный. Потому что могут быть различные злоупотребления и так далее. Но это уже, как говорится, хозяин-барин. Администрации Роман Василенко сами решают, что и в каком порядке делать. Итак, получается, что, по сути, был выполнен, ну, как они заявляют, был выполнен пункт номер 3 и частично пункт номер 1. Потому что процедура идентификации, верификации пользователей, ну, вроде бы как, присутствует. И многие уже подали заявки на верификацию, то есть загрузили все необходимые документы. А дальше здесь написано, что будет дальше происходить. Интеграция с новой платформой, интеграция с блокчейн. То есть платежи планируется делать именно с новой платформы, насколько я понимаю, в криптовалюте USDT. И вот как раз, чтобы удостовериться, что старый кабинет принадлежит, допустим, старый кабинет, оформленный на Сергея Смирнова, принадлежит тому же самому Сергею Смирнову, который зарегистрирован в новом кабинете, вот и для этого был продуман шаг, именно идентификация и верификация. И, смотрите, получается в сообщении от 1 ноября утверждается, что всем верифицированным аккаунтом сегодняшнего дня доступен функционал внутренние переводы. Сегодняшнего дня, то есть 1 ноября. Пожалуйста, с 1 ноября прошло уже несколько дней. То есть, в принципе, у многих людей, у тысяч людей была возможность заняться как раз процессом верификации, загрузить там все необходимые файлы. И, пожалуйста, в комментариях к этому видео напишите, удалось ли вам пройти верификацию. Потому что нас всех интересует какой вопрос? Если, допустим, вам удалось пройти верификацию, и вы действительно сейчас можете делать внутренние переводы из своего кабинета другим пользователям, то получается вот эта фраза, она соответствует действительности. Еще раз, что здесь утверждается? Всем верифицированным аккаунтом сегодняшнего дня доступен функционал внутренние переводы. Вот, пожалуйста, напишите, если вы верификацию прошли, и укажите, можете ли вы, например, другому пользователю сейчас делать внутренний перевод или нет. Если это так, это говорит о том, что тот план, который они озвучивали ранее, он постепенно, шаг за шагом, воплощается в жизнь. Конечно, вы много раз спрашиваете, значит ли это, что откроются выплаты, что все идет по плану. Ну, это только время покажет, что там дальше будет, да? У нас нет с вами машины времени, чтобы там забежать вперед и точно узнать, что и как будет. Но, в принципе, из того, что мы с вами вот только что читали объявление от 12 октября, и, как видим, вводятся по ходу действий некоторые корректировки, да? То есть, например, они планировали там верификацию сделать к 7 ноября, а сделали даже раньше. И, опять-таки, наверное, это разумный и правильный шаг по той простой причине, что сначала надо провести верификацию, то есть удостовериться, что вот именно этот человек является, скажем так, владельцем этих циферок, и только после этого давать ему разрешение переводить эти цифры кому-то другому. Хотя, я уже говорил, я считаю, что это неправильный шаг, потому что распространенное использование внутрянки привело к проблемам многих инвесторов и консультантов. И, получается, массовое использование внутрянки снова опять может привести к проблемам. Но, повторю, тут уже руководство, как говорится, решает само. Какие дальнейшие шаги им еще нужно сделать? В объявлении 12 октября говорилось, параллельно проводим анализ и сверку базовых финансовых показателей, балансов и транзакций. На данный момент обработано 20% от необходимого объема. Но, напомню, это было еще 12 октября. Прошло примерно 3 недели. Конечно, за это время они определенный объем сделали, то есть продвинулись дальше. Процесс требует намного больше времени, чем было запланировано. Из-за огромного объема исходных данных, сложности их физического анализа, ожидаемые сроки завершения 18-25 ноября. Это они писали в октябре. И давайте посмотрим, как раз, что же написано в объявлении уже от 1 ноября. Здесь написано, команда разработчиков будет сопровождать текущий процесс для его оптимизации и улучшения. Далее приступит к выполнению запланированного фронта пуска наладочных работ. Следующие новости и дальнейший план озвучим после 25 ноября. То есть опять фигурирует дата 25 ноября. Ну что ж, осталось, как говорится, подождать и посмотреть. По поводу самой процедуры верификации подготовлена достаточно подробная инструкция, которую вы видите сейчас на экране. Ссылку на данную инструкцию вы можете найти в описании к этому видео. Хочу подчеркнуть, что я абсолютно ни к чему не призываю. Решение о том, проходить верификацию или нет, каждый принимает сам. И ответственность, соответственно, тоже на вас. Тем, кто говорит, что загрузка документов приведет к тому, что наши документы там окажутся у кого-то и на них возьмут кредиты и так далее. Хочу, господа, вам напомнить, что вообще-то в старых кабинетах Гермес тоже была верификация. И 8 лет люди загружали свои паспорта, свои документы. Ну и хочется спросить, и много на вас кредитов оформили за эти 8 лет? Так что, ну, оправданные эти опасения или надуманные, тут уже, господа, каждый решает сам. Я на новом сайте даже не регистрировался. Поэтому, если вы решите проходить верификацию, это ваше решение и ваша ответственность. В нашем телеграм-чате мы провели опрос на тему, удалось ли вам пройти верификацию на сайте Гермес Рекавери. В опросе поучаствовало 52 человека. Результаты следующие. 21% проголосовали, что верификация пройдена. 33% проголосовали, все необходимые файлы загружены, верификация в процессе. 33% проголосовали, я не хочу проходить верификацию. 4% у меня был кабинет в Гермес, но не получилось восстановить доступ в Гермес Рекавери. И 9% проголосовали, у меня вообще не было кабинетов Гермес. Как вы помните, в объявлении сказано, что всем верифицированным аккаунтам с сегодняшнего дня доступен функционал «Внутренние переводы». И поскольку 21% поучаствовавших в опросе проголосовали, что они уже прошли верификацию, я задал вопрос, могут ли они делать внутренние переводы. Я попросил партнеров, которые прошли уже верификацию, прислать скриншот, на котором было бы видно, действительно ли открыта функция внутренних переводов. Вот один из партнеров прислал скриншот из своего кабинета. Там стала доступна вкладка «Внутренний перевод». Мы здесь видим такую надпись «Нутренний перевод». Здесь мы видим номер счета, начинается с ВСТ. Дальше сумма, код подтверждения, кнопка «Отправить». То есть, в принципе, это похоже на то, что было раньше. И в предыдущих видео я уже высказывался о том, что считаю именно подключение функции внутренних переводов раньше, чем откроется нормальный вывод, неправильным. Потому что именно из-за массового использования внутрянки возникло много проблем. И если сейчас снова подключат функцию внутренних переводов или уже подключили раньше, чем откроется нормальный вывод, то можно сказать, что это наступать на одни и те же грабли. Но, тем не менее, в объявлении было сказано, что для верифицированных аккаунтов будет доступна функция внутренних переводов. И похоже, что так оно и есть. Другое дело, что еще непонятно, пробовал кто-то делать эти внутренние переводы хотя бы в тестовом режиме или нет. Если кто-то пробовал и получилось, то, пожалуйста, в комментариях к этому видео напишите, работает ли данная функция. Также я в нашем телеграм-чате провел созвон и попросил поделиться своим опытом в прохождении верификации. Вот, что мы услышали от участников. Андрей, здравствуйте. Андрей, здравствуйте. Приветствую. Это Сергей из Казахстана, помните? Да, привет, Сергей. Да, привет, Сергей. Косыгин где еще был? Да, да, да. Да, помните. Сегодня я сделал верификацию. С Лига скачал серфикат, загрузил его в Гермес, потом сфоткался, селфи сделал счет Виста, на А4 сделал, подписал число, 02.11.22 год, сфоткался это и загрузил. Так. И надпись потом стала. Спасибо, ваша заявка в обработке. Угу. Ну, хорошо, спасибо, что поделился. То есть пока еще пометки, что верификация пройдена нету, да? Дать надо время. Не знаю, сколько займет. Понятно, хорошо. Сообщи потом, ну-ка, если верификация будет пройдена. Окей, скину в чат. Да, отлично. Угу. Так, коллеги, может быть, еще кто-то пробовал? Андрей, можно один вопрос? Да, пожалуйста. Вот сейчас Сергей говорит нам, что он прошел верификацию. Мы сегодня пробовали, да? Загрузить, а файлы не открываются никаким образом. Можно детально? Подскажите, пожалуйста. Сейчас я расскажу. Сотки у меня не получилось. Пришлось открыть ноутбук, загрузить в папку, и с папки уже в гермес закинули. С ноутбука только пробуйте. Сотки не открываются. Понял, понял. Все, спасибо. Сергей, то есть ты сначала пробовал с телефона делать, а потом сделал с ноутбука, да? Да, да. Угу. Сотки не скачивается сертификат. Он открывается, но не отображается. А в ноутбуке сразу отобразился. В папку загрузил. Просто у меня два лига и два гермеса. Я с каждого лига все поскачивал. И, кстати, в лиге я тоже верификацию проходил. А там прошла быстро, за один день. Позавчера я проходил верификацию. А то все ждут, ни у кого не получается. А все, все. Ноутбук открываете и все, и без проблем. Все передам всем своим. Спасибо. Угу. Да. Кстати, вот в инструкции текстовой, в нашем чате, и я ее в закрепленных сделал, там наверху есть такая фраза «Для упрощения процесса верификации рекомендуется использовать компьютер». Да, поэтому получается в инструкции тоже это сказано. Андрей, мне интересно, как мне зарегистрироваться на этом лик, даже если, допустим, у меня есть желание? То есть с консультантом я общаться не хочу. Ну, я так понимаю, Николай, тебе нужно найти нормального, адекватного консультанта, который, так сказать, готов. Не будет морить тебя информационным голодом, как некоторые себя ведут, да, а, так сказать, будет все-таки информационно тебя поддерживать. Так что, желаю тебе такого найти. Кстати, после 25-го числа, что-то, и после 25-го числа, ну, ноября, типа, начнем, а уже сроки там не обозначены, какой срок будет, может, там, это, не знаю, ну, то есть, неопределенно. Ну, смотрите, да, ребят, получается, мы с вами на предыдущих созвонах обсуждали, какой момент, то есть, будут ли выполняться этапы, которые были обозначены в их плане, да, и как уже обсуждалось и говорилось раньше, еще в октябре, что на 1 ноября, значит, на 1 ноября планировали подключить внутренние переводы. То есть, в принципе, получается, согласно последнему объявлению, внутренние переводы доступны будут тем, кто прошел верификацию. И вот как раз те, кто полностью пройдет верификацию, они нам смогут сказать, действительно, открылись ли для них внутренние переводы. Поэтому большая просьба, кто пройдет верификацию, там сообщите, что да, вот у меня верификация пройдена, Сергей из Караганды, если у тебя, например, ты уже сегодня все загрузил, и у тебя там будет пройдено, скажи нам, пожалуйста, сообщи, открылись ли для тебя внутренние переводы. Если да, то опять же, хотя я уже высказывал свое мнение, я считаю, что компания прежде всего должна, так сказать, обеспечить нормальный вывод, а открытие внутренних переводов всем подряд может привести в дальнейшем к проблемам, как уже произошло с некоторыми людьми, которые там выводили через внутренние переводы, продавали внутрянку, а сейчас им это все вышло боком, они получили судебные иски, так сказать, от тех, кому они продавали внутрянку. Ну ладно, это, как говорится, следующий момент. Сам факт, что если такой функционал действительно подключен, говорит, что, по сути, данный пункт тоже выполнен или выполняется. Ну вот, я думаю, в ближайшее время узнаем, когда появятся первые люди, которые скажут, да, у меня верификация пройдена, и я могу другим пользователям делать внутренний перевод. Вот, так что, а дальше уже, смотрите, вы можете спросить, какие дальше шаги. В объявлении от 12 октября сказано, что в первом пункте планируется вот идентификация, верификация пользователей, интеграция с новой платформой, интеграцию с блокчейн, качественное и детальное выполнение данной задачи позволит сократить время на программирование. Ожидаем завершить подготовительные работы к 7 ноября. То есть, смотрите, получается, вот в этом пункте номер один, что сказано, упоминается идентификация и верификация пользователей. То есть, они вообще планировали это сделать к 7 ноября, а фактически, получается, они это сделали, этот функционал сделали уже к 1 ноября. То есть, можно даже сказать, немного раньше срока. Да, интеграцию с блокчейном мы пока не видим, интеграцию с новой платформой тоже, но именно идентификация и верификация, ну, вроде бы как, реализована. Поэтому посмотрим, да, пожалуйста. Добавить хотел. Просто внутрянку некому продавать, но у меня два кабинета, гермес, я могу с одного кабинета в другой перевести, просто посмотреть, как это работает. Да, ты можешь попробовать из одного кабинета в другой перевести и скажешь нам, работает, не работает. Так что, опять же, их нет купить. Ну, в сложившейся ситуации, когда не работает вывод, конечно, как мы и обсуждали, и я об этом тоже говорил, пока не налажен нормальный вывод. Если открыть, так сказать, открыть внутренние переводы без всяких ограничений, это может просто привести к тому, что люди будут по любой цене сбрасывать эту внутрянку, избавляться от нее, пока есть возможность, скажем так. Но я на предыдущих созвонок говорил, что, ну, кто-то в чате, конечно, я вижу там возмущение, а вот верификация, нас заставляют загружать, там, допустим, эти селфи или сканы паспорта, вот сейчас на наши документы наберут кредитов и так далее. Ну, немножко забавно, ребята, это слышать, потому что достаточно вспомнить, что вы, когда открывали счета ВИСТа, на минуточку, там тоже была верификация, и тоже загружались документы. Ну, и хочется спросить, и много на вас кредитов оформили за 8 лет существования Гермеса? Ну, так, если логику, так сказать, включить. Вот, а с точки зрения выплат, я уже говорил, по логике, если Василенко действительно хочет выполнять свои обязательства, верификация нужна, потому что им нужно установить, что вот кабинет вот этот вот на сайте Unite to Life, он принадлежит вот этому человеку на сайте Гермес Рекавери, то есть нужно сопоставить. Я так понял, что именно привязка этих двух кабинетов происходит через вот этот специальный файл, который надо скачать согласно инструкции. А, да, правильно, правильно. Это как ключ, нам говорили. Да, то есть, по сути, получается, в одном кабинете скачивается специальный файл и загружается в другом кабинете, Гермес Рекавери, и таким образом система понимает, что вот эти два кабинета взаимосвязаны, они принадлежат вот одному и тому же человеку. Ну, как бы, логика в этом есть. То есть, нравится кому-то или нет, это уже, господа, тут решайте сами. Я прекрасно понимаю опасения некоторые. Повторю, что я на новой платформе не регистрировался. То есть, я понимаю опасения некоторых, что я вот сейчас загружу там свои документы, свой скан паспорта, а потом там куда-то эти сканы пойдут. Ну, у вас есть выбор. Можете, как и я, занять выжидательную позицию. Тут никто никого не заставляет и руки не выкручивает. То есть, можете понаблюдать со стороны, так сказать, к чему это приведет. То есть, тут же еще раз. Все эти телодвижения с какой целью делаются? С той целью, чтобы понять, а вывод-то откроют? Вот эти циферки, которые в кабинете Гермес Рекавери сейчас мы видим, их будут людям выводить или нет? Это же ключевой вопрос, правильно? Ну вот. То есть, согласно плану, расписанному на сайте Гермес в Рекавери, ну, вроде бы как, они пишут. Еще раз повторю, что там в новости от 12 октября было сказано. Прочитаю. Пункт номер один. Интеграция с новой платформой, интеграция с блокчейн. А насколько я могу видеть, с нового сайта, с сайта Unite2Live, вывод через криптовалюту USDT работает нормально. По крайней мере, блокчейн так показывает. То есть, и в принципе, процесс верификации, объединения двух кабинетов, ну, это часть плана. Пожалуйста, если у кого-то свои соображения на данный счет, можете поделиться. Я не претендую на истину в последней инстанции, просто делюсь своим мнением. У вас мнение может отличаться от моего. Это нормально, как говорится. А то у нас сегодня в чате разгорелось такое обсуждение с Борисом. Типа от Бориса прозвучало, что вот там, ну, кто находится в курсе информации, им не надо там задавать лишних вопросов и так далее. Ну, так хочется спросить. Ребята, если те, кто зашел в новый проект, если вы в курсе всех последних новостей, если вы все знаете, во всем разбираетесь, ну, так объясните тем, кто не заходил в новый проект и не знает. Как говорится, что жадничать-то? То есть, если у вас информация есть, поделитесь. Если вы реально хотите людям помочь, а то ведь можно так говорить, я вот все знаю, я такой умный, у нас там вышестоящие все объясняют, все разъясняют, на все вопросы отвечают, а вы тут непонятно, чем занимаетесь. Ну, пожалуйста, если у кого есть какая-то информация, делитесь. Опять же, в нашем чате я высказал тоже такое, как бы такой момент. Смотрите, есть люди, которые были в Гермесе, то есть у них был открыт счет Вистон, но в новые проекты они пока не заходили. И они пока, ну, можно сказать, в подвисшем состоянии, но, конечно, если они будут видеть, что процесс идет и план выполняется, они захотят подключиться к новому проекту. Не к тому консультанту, который у них был раньше. Вы прекрасно знаете, что многие консультанты, даже директора, они в новый проект не пошли. Тот же, например, Сергей Санников, он вообще отдельный проект создал и его продвигает, да. И получается, человек, соответственно, если надумает подключаться в новый проект, ему нужен нормальный, адекватный консультант, который будет, опять же, давать нормальную информацию. Ну, так те, кто уже есть в новом проекте, покажите себя такими нормальными консультантами, кто готов объяснять, разъяснять, не обзываться, так сказать, что, а, что ты там лопухни, ничего не знаешь. Вот я все знаю, а ты ничего не знаешь, ты лопух, да. Ну, наверное, с таким отношением вряд ли кто-то к вам в команду будет подключаться. Тем более, что у Романа Василенко вроде бы как целая академия была, да, и люди проходили обучение на РБСах и на разных мероприятиях, дипломы получали, поэтому даже странно от консультантов слышать, ну, такие претензии. Как сказать, наоборот, покажи, что ты готов помогать. Разъясняй, объясняй. И если люди увидят, что ты как консультант действительно готов людям помочь, даже если они не в твоей структуре, например, то со временем кто-то из них захочет именно в твою команду и подключиться. Вот как раз у нас Николай задал вопрос. Николай, вот скажи, поскольку ты еще в новый проект не захотел, каких качеств ты ожидаешь от человека, допустим, если ты готов уже регистрироваться, кому бы ты хотел подключиться? То есть какой это должен быть человек? Ну, в первую очередь, человек должен быть компетентен в своей информации. То есть информация должна исходить не сугубо с его мыслей и доводов, а именно непосредственно о фактах происхождения, я так считаю. И он должен быть как бы строг в какой-то степени и предвзят и к себе. Предвзятость должна быть, что как бы, ну, должна быть серьезной, потому что здесь играет роль еще и деньги, как бы вложенные, кровно заработанные. Я вот о чем. Кто-то, кто заработал уже и сидит там на жопе ровно и начинает, извиняюсь за выражение, начинает там хейтерством заниматься. И что я заметил, в нашем чате присутствуют такие люди, люди, когда начинают, вся масса людей начинает негативить, они этот негатив начинают опровергать, говорить, что будет все хорошо. Но когда люди начинают позитивно настраиваться, они начинают, наоборот, видеть негатив, и это делают одни и те же люди. Вот мне странно, зачем это они делают? Они осуществляют провокацию, то есть поддерживают, так сказать, нервы в сайте, в чате. Но я как-то так это все вижу. Окей, спасибо, что поделился. Значит, как ты говоришь, информированность должна быть, и, как ты говоришь, предвзятость, наверное, не очень подходящее слово, потому что предвзятый – это не объективный, да, то есть немножко с искаженным. Наверное, ты имел в виду ответственный, то есть, ну, что он должен ответственно, поскольку речь идет про финансы, да, то есть он ответственный, ну, требовательный, я не знаю, потому что что может требовать консультант, так сказать, от клиента. Вот, ну, наверное, ответственный, поскольку речь идет про деньги, я согласен. И, к сожалению, мы тоже это обсуждали, что когда людей подключали, например, в Life is Good, там подключали на счета Виста, и там, как говорится, консультанты соловьем заливались, а когда, ну, начались проблемы, как бы многие консультанты просто ушли в туман, все, как говорится, тишина. Ну и самое главное, Андрей, я считаю, по моему мнению, продолжу свою речь, чтобы человек был все-таки лоялен к чужим деньгам, это самое главное. После того, как все это произошло, вся эта ситуация, да, некоторые консультанты проявили себя с лучшей стороны, да, старались своих людей информировать, там, новая информация какая-то появлялась, они ее передавали, ну, а некоторые заняли, ну, можно сказать, такую выжидательную позицию или вообще скрылись. Опять же, я повторю, в этом ничего удивительного нет, потому что неоднократно я повторял, что сам Роман Василенко показал пример, что на протяжении 8 месяцев он не сделал ни одного видео, не провел ни одного вебинара, в котором он объяснил, что происходит в компании, что делается для того, чтобы выполнить свои обязательства и так далее. И глядя на такую вот партизанскую позицию, конечно, многие лидеры, директора ведут себя подобным образом. Поэтому я ничего удивительного в этом не вижу. Андрей, больше нечего добавить. Сейчас посмотрим, как верификация пройдет. Что-то я слышал, вывод будет за февраль, может, там по 100 долларов для начала дадут вывести визиты. Даже, как я и говорил, то есть даже если вдруг откроют вывод с лимитами, но реально можно будет выводить те цифры, которые у людей сейчас в кабинете Гермес Рекавери, их можно будет выводить, пусть даже с лимитами. Это, конечно, хороший момент, потому что впервые за долгие месяцы люди, наконец, что-то начнут выводить. Но тут есть какой момент. Если эти лимиты будут повышаться со временем, там, например, первый вывод 100 долларов, через месяц 150 и так далее, постепенно повышаться, это хороший признак. То есть вначале они делают с лимитами, чтобы избежать, так сказать, лишней нагрузки на финансовую систему, а в дальнейшем лимиты могут повышать. Но если эти лимиты будут оставаться все время, то есть, представьте, там проходит месяц 100 долларов, 2 100 долларов, 3 100 долларов, вроде бы вывод и есть, но, извините, когда у человека открыт, например, счет, открыт счет на 50 тысяч евро, а он с этого счета может там вывести 100 долларов несчастных, да? То есть это сколько лет ему понадобится выводить? Вроде бы вывод-то и есть, но как бы лимиты, получается, не заканчиваются. И тут уже тогда напрашивается вывод, что, значит, в компании с деньгами это действительно напряг. Раз лимиты есть, и лимиты не поднимаются. Вот если лимиты постепенно будут увеличиваться, это хороший признак. Так что надо посмотреть. Народ был в ожидании. Ну, хорошо, Сергей, в общем, мы тогда, раз у тебя получилось загрузить все документы, ждем от тебя новостей, как у тебя пройдет верификация. То есть, видимо, в кабинете ты увидишь пометку, что верификация пройдена, и, пожалуйста, нам сообщи, действительно ли у тебя появилась возможность переводить средства между счетами. Только слушай, тут возникает момент. Вот ты говоришь, что у тебя два кабинета, у тебя два кабинета на тебя же оформлены или на родственника какого-то? На меня оба. На тебя оба? Да. Один на 3 800, а другой 100 тысячный кабинет. Я понял, я понял. Ну, а смотри, вопрос, получается, если у тебя два счета, и, кстати, я так понимаю, что ты не единственный, у кого несколько аккаунтов было, да? То есть, получается, тебе нужно в обоих верификацию проходить? Да, в обоих. Угу. Когда я спрошу так, а вот на новом сайте Unite Tuleef, там ты тоже два кабинета делал? Тоже, тоже, тоже. Тоже два кабинета. Да, вот, вот и я там почту другую делал. Ну, понятно. То есть, два кабинета, просто зарегистрированные на разные почты. Да, да, да. То есть, смотри, вопрос тогда, в новой компании разрешаются мультиаккаунты, то есть, чтобы один человек открывал себе несколько кабинетов? Да, да. Как консультант я там прохожу. Вот поэтому у меня в одном кабинете 42 акции лежит в лик, я 6,5 USDT заводил. Угу. А во втором, как консультант, чтобы рефералка приходила, я 7 долларов отправил открыть, чтобы его с USDT. Дождь здесь 7 долларов или 7 тысяч? 7 USDT. А, 7 USDT? Да. Просто открыть. Ну, понятно. Ну, слушай, вопрос, просто чтобы не вводить людей в заблуждение, то есть, ты уточнял это, ну, не запрещено. Даже нужно так сделать. Да? Да. Чтобы реферальные получать. Если я других буду приглашать. Ну, подожди, допустим, в старом, по старой системе у человека мог быть один только счет Vista, и он мог быть и клиентом, и консультантом одновременно с одним кабинетом. А в обязаловки не было? А в них 2 надо делать? А, 2. То есть, получается, у клиента один кабинет, у консультанта другой кабинет, да, да, под разными почтами тем более еще делать надо. тогда кстати, я вспомнил момент, вот сегодня в чате мы как раз обсуждали, тут вот Елена спрашивала, сейчас я найду это сообщение по поводу 1400 рублей. Сергей, я прочитаю тебе сообщение, которое Елена выложила. Тем, кто планирует использовать программы клуба по максимуму и у кого куплен базовый пакет, рекомендую сделать апгрейд, пока действует льготный период. Полная стоимость апгрейда 16,38 USDT плюс 5, то есть 21,38 USDT в рублях на данный момент 1400 рублей. Сумма небольшая, жизнь длинная, запас карман не тянет. Когда закроют льготную регистрацию, будете доплачивать 2100 USDT или 136 тысяч рублей. что про это скажешь? правильно, да. Там есть разные пакеты. Правильно, есть еще подороже даже. Подожди, сам правильно понимает, это именно пакеты для консультантов, не для клиентов, да? Да, да, да. Это для консультантов, кто приглашает. так, ну, а слушай, а что за странный такой апгрейд на 21 USDT? То есть, это апгрейд для, ну, до чего? Какой человек получит уровень? Вот еще раз смотри, в начале объявления сказано так, у кого куплен базовый пакет, рекомендую сделать апгрейд. И там доплачивается 21 USDT. то есть, если человек сделал апгрейд, какой он уровень получает? Это я уже не помню, не вникаю, не вникал. Понятно. То есть, пока особо не вникал в этот вопрос, да? А все равно придется, мне кажется, лик делать, потому что хотят Гермес все деньги переводить в лик. логика подсказывает. Пожалуйста, мы же читаем сообщение 12 октября и там написано, они по сути что делают? Они так сказать объединяют обе обе системы. Да, да, сейчас я еще раз. Интеграция с новой платформы имеется ввиду Unite to Leaf и интеграция с блокчейн. Поэтому тут получается, если кто-то, ну, смотрите, получается так, что если, допустим, вот Сергей у нас первая ласточка пройдет верификацию, нам об этом сообщит, там, возможно, он сообщит о том, что работают внутренние переводы, то есть, это говорит о том, что все идет по плану, ну, и, соответственно, даже те, кто находится в ожидательной позиции, возможно, тоже захотят регистрироваться на новом сайте. Им надо будет регистрироваться, чтобы выводить деньги. Все равно им придется, все равно придется, рано или поздно. пока время есть, пусть делают. Такие созвоны мы проводим в нашем чате регулярно. На этих созвонов у участников есть возможность задать интересующий вопрос, обсудить что-то, высказать мнение, комментарий, поделиться какими-то новостями и так далее. Поучаствовать в том числе в вопросах, которые периодически проводятся тоже в нашем чате, посмотреть результаты опросов и так далее. Поэтому, если вы еще не являетесь участником чата, то ссылка на него под этим видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб Возможности безграничны.